Медико-хирургический центр «Ангиомед». Эффективное и безоперационное лечение патологии суставов лазером. Лечение проводит кандидат медицинских наук Безменов Иван Михайлович. Проезд Нижний 8-1, телефон 96-8408. Главный государственный санитарный врач Жизпублики Жандарбек Бекшин дал рекомендации казахстанцам о том, как защититься от менингита, передает Казанфор. В этих случаях мы рекомендуем мероприятия в первую очередь по проветриванию помещений влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Самое главное – больные при симптомах назофарингита, простудных заболеваний, немедленно должны обращаться к медицинским работникам. Все летальные случаи, которые были, это результат позднего обращения больных к медработникам, сказал Бекшин. По его словам, возбудитель менингита всегда циркулирует в обществе, а нынешняя неустойчивая погода, переохлаждение способствует этому. Фонд социального медицинского страхования, который начал закуп в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, заключил договора на сумму 694 миллиарда тенге, сообщила председатель правления фонда Елена Бахмутова. По итогам закупа на текущий год для оказания медпомощи в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи отобрано 1463 медорганизации. На текущий момент общий объем договоров, заключенных с этими медорганизациями, составляет 694 миллиарда тенге. Следует отметить, что фонд это делает в качестве оператора за счет денег республиканского бюджета и в пределах лимита отпущенных бюджетным денег, сообщила Бахмутова. В этом, по ее словам, наблюдается изменение ситуации с поставщиками. Среди оказывающих помощь в рамках гарантированного объема есть частные медорганизации. Например, на текущий момент 42% от общего количества поставщиков, а именно 613 медорганизаций на сегодня это частные. По количеству частных медорганизаций лидируют Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Жамбылская области, а также города Астана, Алматы, сказала Бахмутова. Порядок динамического наблюдения у специалистов для пациентов с хроническими и социально значимыми заболеваниями внедрят в медучреждениях Казахстана в ходе оптимизации пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщила вице-министр здравоохранения Республики Лиза Токтаева. Мы на данном этапе проводим работу по дальнейшему совершенствованию перечня. Провели ревизию гарантированного объема бесплатной медпомощи, определили детализацию услуг. Если мы сделаем акцент на профилактику, то, соответственно, на 25% смертность снизится к 2025 году. Мы данный список определили из 25 хронических заболеваний и 4 социально значимых заболеваний с основным демографическим уроном. Именно для них определен порядок динамического наблюдения. Это слежение за состоянием здоровья пациента, соответственно, своевременное проведение диагностических и лечебных мероприятий, сообщила Актаева. Медсестра Татьяна Спеглазова из Кокчетау изобрела и запатентовала мазь против пролежни. Выпускать препарат будет в местной железнодорожной аптеке, имеющей разрешение на изготовление по рецептам ряда медикаментов, передает спутник. Официальное название мази – антипролежень, однако пациенты и их родные прозвали ее тониной. Речь идет о композиции лекарств и масел, которую медсестра, проработавшая в отделении реанимации Акмолинской областной больницы более 20 лет, подобрала опытным путем. Первоначально мазью пользовались около 30 пациентов, все в основном горожане, но после публикации в СМИ мне стали звонить из разных областей Казахстана. Денег я, разумеется, не брала, единственное условие было присылать регулярно фотографии, чтобы видеть динамику. Теперь, когда получен патент, мне не придется, как знахарке, готовить его дома самой. И самое главное, препарат может помочь гораздо большему числу тяжелобольных, поделилась Татьяна. Высокоточная ультразвуковая диагностика атеросклероза и варикоза. Избавьте себя от риска инсульта, инфаркта и тромбоза. Диагностику и лечение проводит кандидат медицинских наук Безменов Иван Михайлович. Проезд Нижний 8-1-96-84-08. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова